Студия «Диафильм» представляет Основы научного атеизма Научно-атеистическое воспитание – важное направление идеологической работы. 26-й съезд КПСС отметил, что новые явления нашей жизни требуют решительного улучшения всей идеологической политико-воспитательной работы. «Надо добиться», – сказал Леонид Ильич Брежнев, – «чтобы ее содержание стало более актуальным, а формы отвечали современным запросам и потребностям советских людей». Задачи научно-атеистического воспитания на современном этапе нашли свое отражение в программе КПСС. Необходимо систематически вести широкую научно-атеистическую пропаганду, терпеливо разъяснять несостоятельность религиозных верований. При этом следует опираться на достижения современной науки, которая все полнее раскрывает картину мира. Уставом КПСС четко определено отношение коммуниста к религии и атеизму, вести решительную борьбу с религиозными предрассудками и другими пережитками прошлого. У истоков научно-атеистического воспитания в СССР стоял Владимир Ильич Ленин. В своих трудах он дал образец научного подхода к преодолению религии и наметил основные принципы атеистического воспитания. Ленинские принципы атеистического воспитания Сочетать идейную борьбу против религии с укреплением единства верующих и неверующих. Преодолевать религиозные пережитки в процессе и на основе осуществления основных задач коммунистического строительства. Научно-материалистически объяснять причины сохранения религиозности, распространять научные знания. Не допускать ни отказа от идейной борьбы с религией, ни попыток административного запрета религии. Обеспечение свободы совести закреплено в Конституции СССР. Марксистско-ленинское понимание свободы совести. Право исповедовать любую религию. Право не исповедовать никакой религии. Право каждого проводить антирелигиозную пропаганду. Равенство прав граждан вне зависимости от их религиозной принадлежности или непринадлежности. Равенство всех религий перед законом. Отсутствие какого бы то ни было принуждения в отношении исповедования или неисповедования религии. Невмешательство государства во внутренние дела церкви. Невмешательство церкви в дела государства. Статья 52 Конституции СССР гласит, Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР отделена от государства и школа, от церкви. В СССР действует около 20 тысяч православных церквей, костелов, синагог, лютеранских кирх, старообрядческих храмов, молитвенных домов, евангельских христиан, баптистов и так далее. В настоящее время действует 18 учебных заведений, 6 православных академий и семинарий, 2 католические семинарии, мусульманская академия и медресе, иудейский и йошебат и так далее. В пределах потребности религиозные центры в СССР издают религиозную литературу. Атеистическое воспитание является составной частью идеологической работы, поэтому оно выполняет функции, присущие идеологической деятельности в целом. Функции идеологической работы Информационная, теоретическая, образовательная, воспитательная, организаторская. Теория научного атеизма – неотъемлемая часть марксистско-ленинской науки. Теоретическая функция. Развитие теории научного атеизма. Развитие теории пропаганды, научно-атеистических знаний, среди трудящихся с целью формирования научного мировоззрения. Идеологическая работа активно формирует научное мировоззрение, воспитывает политическую сознательность, идейную убежденность, способствуя развитию активности людей. В этой связи научно-атеистическое воспитание имеет обширные образовательные функции. Образовательные функции. Атеистическая пропаганда включает пропаганду знаний. Философских, политических, исторических, естественно-научных и других. Научный атеизм включает в себя сумму знаний, усвоение которых повышает общую культуру человека. Пропаганда научно-атеистических знаний выполняет разносторонние воспитательные функции. Воспитательные функции. Формирует научное мировоззрение. Утверждает коммунистическую мораль. Влияет на трудовое воспитание. Способствует интернациональному воспитанию. Взаимосвязано с политическим воспитанием. Взаимосвязано с правовым воспитанием. Влияет на культурное развитие людей. Принципиальная особенность атеистического воспитания в том, что оно представляет собой двуеденный процесс. Критический аспект. Раскрытие несостоятельности и реакционной сущности религиозных представлений, что подготавливает почву для усвоения верующими научных знаний. Позитивный аспект. Формирование атеистической сознательности и убежденности. Пропаганда созидательной роли научного атеизма в развитии общества. Оно неразрывно связано с другими направлениями коммунистического воспитания. В связи с этим необходимо осуществлять комплексный подход к атеистическому воспитанию. Комплексный подход к атеистическому воспитанию. Взаимосвязь с решением социально-экономических и культурных задач. Единство и взаимодействие с другими направлениями идеологической работы. Идейно-политическим, патриотическим и интернациональным, трудовым, правовым, нравственным, эстетическим. Правильная организация атеистического воспитания требует тщательного анализа соотношения объективных и субъективных факторов преодоления религии. Факторы формирования научно-атеистического мировоззрения. Объективные, дальнейший рост производительных сил. Совершенствование общественных отношений. Повышение материального и культурного уровня трудящихся. Обогащение социальной и духовной жизни личности. Субъективные, целенаправленное воспитательное воздействие на людей. Торжество научно-материалистического мировоззрения в нашем обществе свидетельствует об успехах в преодолении религии. Разработаны основные принципы научно-атеистического воспитания. Принципы атеистического воспитания. Конкретный исторический подход. Научность и партийность. Комплексный подход к постановке научно-атеистической работы с учетом особенностей различных слоев и групп населения. Обеспечение свободы совести. Укрепление единства верующих и неверующих в борьбе за социализм и коммунизм. Сочетание критического и позитивного в научно-атеистической пропаганде. Подчинение идейной борьбы с религией, борьбе за решение коренных задач, строительство социализма и коммунизма. Соответственно, атеистическое воспитание должно идти в двух направлениях. Направление атеистического воспитания. Совершенствование содержания, форм и средств собственно-атеистической работы. Широкое использование возможностей, содержащихся в других направлениях идеологической деятельности. Атеистическим воспитанием масс в нашей стране занимаются семья, различные организации, ведомства и общества. Атеистическое воспитание осуществляют Ведущая роль в научно-атеистическом воспитании отведена партийному руководству. При РК КПСС активно действуют общественные советы по атеистической работе. Совет по атеистической работе при РК КПСС Такие советы создаются и при партийных комитетах предприятий. Схема организационной структуры, руководство научно-атеистической работой на предприятии. Партийный комитет Совет по научно-атеистической работе Система подготовки атеистических кадров Народный университет Школа атеистов Организаторы научно-атеистической работы Организация массовой атеистической пропаганды Организация наглядной агитации Организация выставок литературы Участие в передачах местного радио, в стенной печати. Пропаганда новых советских праздников и обрядов. Организация экскурсий. Организация индивидуальной работы с верующими. Секция по научному атеизму, первичной организации общества знания. В целях координации атеистической работы создан Центральный дом научного атеизма. Он оказывает научно-методическую помощь организациям и домам атеизма страны. Готовит атеистические кадры. Обобщает и пропагандирует опыт атеистической работы. Атеистическое воспитание – сложный процесс. Оно эффективно лишь в том случае, когда все его элементы взаимосвязаны и согласованы. Именно поэтому партия поставила задачу создания в нашей стране продуманной и стройной системы научно-атеистического воспитания. Система научно-атеистического воспитания. Элементы. Идейно-теоретическое содержание. Средства, формы и методы. Организационные меры. Необходимые черты. Комплексность. Дифференцированность. Систематичность. Идейный аспект атеистического воспитания определяется марксистско-ленинским мировоззрением. В настоящее время в атеистическом воспитании применяются формы и методы, отличающиеся друг от друга своей направленностью, своими специфическими задачами и средствами воздействия. Формы и методы атеистического воспитания. Циклы лекций. Групповые беседы. Тематические вечера. Вечера вопросов и ответов. Устные журналы. Читательские конференции. Индивидуальная работа с верующими. Выставки книг, картин, фотографий, плакатов и другого. Вовлечение верующих в активную общественную деятельность, внедрение безрелигиозных обрядов и традиций. Одной из наиболее эффективных форм является работа с верующими. Формы и методы. Диалоги, беседы по вопросам религии и атеизма. Вовлечение верующих в общественную жизнь коллектива. Помощь в повышении профессионального мастерства, общеобразовательного уровня, помощь в воспитании детей. Посещение различных атеистических мероприятий. Участие в художественной самодеятельности и так далее. Пробуждение интереса к художественной и научно-популярной литературе, достижениям духовной культуры, к расширению сферы общения. Важную роль в атеистическом воспитании играют социалистические праздники и обряды. Средства атеистического воспитания. Устная пропаганда. Телевидение. Радио. Печать. Кино. Театр. Изобразительное искусство. Усиление атеистической работы обусловлено обострением идейно-политической борьбы на мировой арене. Зарубежные религиозные организации используют различные формы идеологических диверсий. Сердцевиной идеологической политико-воспитательной работы было и остается формирование у советских людей научного мировоззрения. В этом постановлении подчеркивается необходимость усиления атеистического воспитания, повышения ответственности коммунистов и комсомольцев в борьбе с религиозными предрассудками. Важное значение в настоящее время приобретает проблема повышения эффективности атеистического воспитания. Пути повышения эффективности атеистического воспитания. Систематическое изучение мировоззрения различных групп населения, их материальных и духовных потребностей, влияние на людей, изменяющихся условий жизни. Планомерное атеистическое воздействие на все слои и группы населения. Сочетание идейного воздействия на верующих с вовлечением их в активную деятельность. Привлечение к активному участию в атеистическом воспитании всех членов нашего общества, имеющих твердые атеистические убеждения. Воспитание квалифицированных кадров пропагандистов. Вести атеистическую работу невозможно без наличия всесторонней информации об уровне и характере религиозности. Такие данные могут быть получены при конкретно социологических исследованиях. Задачи атеистического воспитания требуют привлечения специалистов самых различных областей науки. Необходимо активно противопоставлять религиозному мировоззрению и морали, созидательную, жизнеутверждающую сущность марксистско-ленинского атеизма, духовные ценности общества, развитого социализма. Моральный кодекс строителя коммунизма. Преданность делу коммунизма. Любовь к социалистической родине, странам социализма. Добросовестный труд на благо общества. Кто не работает, тот не ест. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь. Каждый за всех, все за одного. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми. Человек человеку друг, товарищ и брат. Честность и правдивость. Нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству. Дружба и братство всех народов СССР. Нетерпимость к национальной, расовой неприязни. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами. Атеистическую работу следует проводить не только среди верующих, но и среди колеблющихся между религией и атеизмом, а также среди неверующих. Структура аудитории атеистического воспитания. Молодое поколение. Верующие и колеблющиеся между верой и неверием. Атеисты и неверующие. Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы предотвратить распространение религиозных взглядов среди детей и молодежи. Необходимо перекрыть каналы воспроизводства и распространения религии. Серьезного внимания требует атеистическая работа среди женщин. Женщины составляют 70-85% всех верующих в стране. Необходимо применять различные формы и методы идейного влияния на них. Повседневную работу должны вести атеисты среди пенсионеров, инвалидов, домохозяек, среди работающих в небольших коллективах и проживающих в небольших населенных пунктах. Материалистическое мировоззрение давно стало господствующим в стране. Однако и сегодня необходимо планомерно и последовательно вести научно-атеистическую пропаганду, являющуюся составной частью идеологической работы на современном этапе. Озвучено платным голосовым движком Алена, для канала Маркс был прав.